Надбавка на детское питание составила 40%. Комментарий излишне. В супермаркете «Меркурий» на аэродромный детский йогурт – продукт практически элитный. Во всяком случае, цены на него явно не социальные. Торговая надбавка розничных сетей на детское питание в Самарской области не должна превышать 15%. Молочная продукция детского питания, да, это повысилось. Но это критично, потому что достаточно высокий процент детского питания, если он стоил 30%, там сейчас 34%. Достаточно большая разница. Но это заметно. Потому что это приходится брать постоянно. Прокуратура Самары и уполномоченные по правам человека в Самарской области отправились в рейд по торговым сетям железнодорожного района. Найти предпринимателей, которые завышают цены, не составило труда. Мало того, в этом же магазине на прилавке продукты, употреблять которые в пищу, уже небезопасно. В данном случае мы не говорим о категоричном пределе. Но когда уже в разы завышают эти проценты, они, конечно, вызывают обоснованное возмущение граждан. Естественно, мы по этим фактам, акцентируя внимание, проводим проверки. И сегодня, к сожалению, были свидетелями того, что есть на витрине те продукты, которые имеют просроченные сроки годности. Это также основание для проведения проверки. В поле зрения ревизоров попали и другие категории продуктов. К примеру, цены на молоко некоторых производителей выросли почти в два раза. Повышение цен, естественно, на молочную продукцию прокуратура будет проверять. Вопросы связанные и в том числе с ценовым сговором среди поставщиков и продавцов. Прокуратура следит за ценовой политикой розничных сетей. В прошлом году за необоснованное завершение цен возбуждено более 10 административных производств. А по результатам проверки, после этого рейда руководству магазина может грозить штраф до 50 тысяч рублей за каждое нарушение. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.